Добрый день дорогие друзья! Всем привет! В эфире третий выпуск гольф новостей на канале Гринфи. С вами Мария Петрикова и Вячеслав Бочаров. Если вы нажали на кнопку смотреть на нашем канале, то значит вы уже играете в гольф. Или скоро начнете. Сегодня у нас необычный выпуск, мы постараемся объять необъятное. А именно весь летний сезон 2023 года. Без преувеличения скажу, что именно в этот сезон наш бит спорта был одним из самых ярких и насыщенных на события. Информация накопилась столько, что я даже не знаю, как у нас получится все это уместить в один выпуск. Ну давай попробуем. А если не получится, то мы будем его выгружать на канал по частям. Сначала давай представим партнера нашего выпуска. Это компания K-Systems. K-Systems это разработчик программного обеспечения для управления финансами и инвестиционными проектами. Сегодня мы находимся в гольф-клубе Пестова. Это конечно же не просто так, а потому что все основные гольф-события сезона 2023 разворачивались именно здесь. Да, все так, как ты говоришь. За весь сезон вообще в Клубах России прошло более 200 турниров, и гольфистами завоевывало невероятное количество спортивных трофеев. Конечно, мы расскажем о самых ценных из них. Мы выделили 7 знаковых турниров, в которых себя проявили гольфисты как настоящие герои. Нам очень хочется их отметить. Слав, и мне кажется, у меня появилась такая идея. Может быть нам сделать топ-10 лучших гольфистов России сезона 2023 по версии канала Гринфи и журнала Гольф? Хорошая идея. Почему бы и нет? А что получат гольфисты за попадание в этот список? Они получат респект в виде лайков под нашим видео. И может быть мы придумаем для них что-то очень особенное. Премию. Что скажешь? Мощная идея? Мощная. А почему бы и нет? Тем более, что ничего подобного в России пока нет, а время у нас есть. Давай попробуем реализовать эту идею на следующий год. А пока пусть все поставленные под этим видео лайки будут адресованы героям нашего сегодняшнего выпуска. И мы переходим к главным событиям сезона 2023. Я предлагаю начать с интересных дебютов спортивных событий. И завершить обзором главного события по нашей, конечно, версии. Оно такое одно. Чемпионат России. Ну а одним из самых успешных дебютов сезона среди соревнований мы единогласно считаем турнир «Оскона Оупен». Турнир проводился на новом поле в Доброграде. На протяжении всего сезона гольфисты проходили отборочные этапы. Их было четыре. А финал состоялся в конце сентября. И несмотря на то, что турнир новый, места на него с самого старта разлетелись моментально. Я, кстати, тоже участвовала в третьем этапе и даже завоевала третье место. Компания «Оскона» в этом году приготовила просто бомбические призы. Главной наградой для победителей стала недельная поездка на Маврики, где они примут участие в турнире «ПРОАМ» вместе со звездами мирового гольфа в рамках MCB Tour Championship, чемпионата подразделения ветеранов гольфа Евротура «Лендженс Тур». И проведут незабываемую неделю в отеле «Констанс Бель Мар Пляж». Ого, какой отель. Слав, а кто из звезд гольфа принимает участие в этом турнире? Есть несколько замечательных гольфистов. Томас Бьерн – легендарный датчаин, который одержал более 15 побед в турнирах Евротура, а в 2018 году был капитаном команды победителей сборной Европы, которая выиграла в Соединенных Штатах. Майкл Кэмпбелл – новозеландский профессиональный гольфист, который известен тем, что выиграл в US Open чемпионат США 2005 года, оставив на втором месте самого Тайгера Вудса, когда он был в зените своей славы. Ян Вустнам. За свою карьеру он выиграл 47 профессиональных турниров в PGA и European Tour. В 1991 году он выиграл Мастерс. Вот это Аскона. И кто же эти счастливчики, которые получат такой экспириенс в компании «Легенд Гольфа»? Предлагаю озвучить всех призеров турнира, а победителей выделить отдельно. Давай. Победителем турнира Аскона стали среди женщин с учетом гандикапа Любовь Сватковская, которая заработала 84 очка. Второе место – это Ксения Рожкова. Третье место заняла Жанна Тараско. 66 очков. У мужчин с учетом гандикапа первое место получил Максим Котов, на втором месте Роман Завьялов, а на третьем месте оказался Михаил Луконин. Первое место в самой почетной категории мужчины без учета гандикапа занял Александр Тимошин. Второе место у Андрея Смецкого из культурной столицы Санкт-Петербурга. А третье место занял Михаил Пучков, который, собственно, и строил поле в Добаргайе. А на Маврикий заслуженно отправляются Любовь Сватковская, Максим Котов и Александр Тимошин. Ребят, вы супер! Ну, а я хочу отметить отдельно, что Максим Котов и Александр Тимошин в финале сделали одинаковое количество ударов и вышли на переигровку. Три раза они переигрывали последнюю лунку, и в этой дуэли победил Александр Тимошин в третий раз, сыграв на один удар лучше, чем Максим. Тем не менее, Максим Котов выиграл турнир с учетом гандикапа, и они стали оба победителями турнира. Но вопрос-то, похоже, до конца не решен, и на Маврикий батл продолжится. Ну, пока ребята будут выяснять на Маврике, кто из них сильнее, надеемся на Любу Сватковскую, которая будет сопровождать нас своими репортажами из социальных сетей и все будет фиксировать. Люба, просто так ничего не снимай, все можно продать. Ребята, вам отличной поездки! Аскона! Вам респект за турнир! А мы идем дальше. В эфире «Гольф новости» на канале Гринфи. Безусловно, одним из самых ярких событий для любителей гольфа стал турнир Лиги Ставок. Старт турнира был дан в мае. Турнир проходил в пяти разных городах. Финал был в Москве в гольф-клубе Пестова. Три этапа, а также финал, можно было увидеть в трансляции эфира «Матч ТВ». Прямые трансляции шли из клубов Геленджик, Петергов, Акбарс и Пестова. К сожалению, не везде была техническая возможность реализовать трансляцию. Но у каждого турнирного поля просто есть свои особенности. Тем не менее, трансляции прошли в одних из самых красивейших российских клубов. Подчеркну, что они были реализованы на более высоком уровне, чем год назад. Говорю это как комментатор, который смотрел на эту картинку. В рамках Кубка Лиги Ставок соревнования проводились в трех зачетных категориях. Первая группа, группа А, это мужчины с гандикапом до 10, группа Б, мужчины с гандикапом до 28 и женщины с гандикапом до 28. Лично мне удалось принять участие в двух этапах в Геленджике и в Казани. Май в Геленджике особенно прекрасен, вспоминаю этот турнир теплом. Сам Геленджик очень радушно встречал гостей. Ну и вообще начать сезон на море на фоне гольфа было очень приятно. Казань тоже встретила нас классно. Хочется поблагодарить отдельно организаторов турнира. Ребята, спасибо, все было супер. Да, вообще начинать сезон в Геленджике – это беспроигрышное решение. Краснодарский край, залив, невероятные перепады, очень красивое поле. Ну а Казань встретил действительно фантастическим новым полем. Акбарс открылся этим летом. Давай на финале остановимся более подробно, ведь за участие в этом финале гольфисты бились весь сезон. В категории А после первого раунда в числе лидеров шли Евгений Пронькин, Иван Стриганов, Андрей Царев, Михаил Фролов и Георгий Ивашин. Второй раунд был по-настоящему драматичным и интригующим. Андрей Крылов, который не совсем удачно сыграл в первом раунде, бросался клюшками. Видимо, не зря, потому что на следующий день он уже сыграл 42 очка, это суперрезультат, и выскочил на второе место, показав одинаковый результат вместе с лидером Михаилом Фроловым, который в первый день сыграл 38, а второй день – 37. У Евгения Пронькина игра закончилась на девятой лунке. Женя играл очень хорошо на первой девятке, долго лидировал, но потом удача от него отвернулась, и в результате он заработал всего 33 очка, с таким результатом он мог претендовать только на третье место. Так разворачивалась история борьбы в первой, самой почетной группе, от 0 до 10. И похоже на 12-й лунке что-то интересное произошло. Доносятся оттуда какие-то восторженные возгласы. Во второй группе также события развивались непредсказуемо. После первого дня лидером был Дмитрий Максимов, Иван Калюжный и Сыгандык Ташенов. Не обошлось среди лидеров и без форс-мажоров. После первого раунда мы увидели Сыгандыком. Он был очень доволен результатом и сказал, что он заработал 41 очко. Я его лично поздравю с Лавой. Ну все, завтра за вас болеем, будете выигрывать. Но на следующий день у него в стартовом протоколе была цифра 39. Оказывается, его счетную карточку на одной из лунок, игравший с ним гольфист, записал результат свой вместо игрока. И Саке не проверил свою карточку, подписав ее. По факту его, конечно, даже могли дисквалифицировать, но в итоге сделали результат на 2 очка меньше, как и было написано в карточке. На второй день Саке сыграл 35 очков. Если бы не обидные 2 очка в первый день, он бы был первым. Вот так, понимаешь, иногда максимально сосредоточишься на игре и меньше внимания уделяешь карточке. Но это такая же неотъемлемая часть игры, как и сама игра. И это максимально ответственный момент, который может отразиться на игровых результатах. Вот вплоть до такого. А в итоге в этой группе победил Дмитрий Максимов, который сыграл в первый день 41 очко, а во второй 34. Второе место занял Алексей Новиков, который стабильно сыграл оба раунда. Иван Калюжный, лидер после первого дня, сыграл всего 31 очко, и этого хватило для третьего результата. Что касается девушек, там была тоже крутая интрига. Наталья Ковальчук и Ирина Петруня были лидерами первого дня, но они не смогли так же влетательно сыграть во второй. Ковальчук сыграла всего 32, а Петруня сыграла 30. А вот стабильно игравшая Светлана Бусыгина 38-37, она и победила в этом замечательном турнире с альтатом 75 очков. На втором месте оказалась Софья Слежова, вырвалась на пьедестал благодаря фантастической игре во второй день. Разделила она ее с Натальей Ковальчук, обе они по 73 очка набили и заняли второе и третье место соответственно. Дарья Голицын, член клуба Пестова, заработала 72 очка, Евгения Могатырева 71 очко. Девушки также могли претендовать на победу, но показали результат, который выиграли на 4-е и 5-е место. Есть еще одно событие, которое мы ждали все на 13-й лунке Пестова, там, где разыгрывался традиционный приз в 5 миллионов за холл-н-ван. Олеся Сазонова, представитель клуба Сколково, сделала холл-н-ван, но, к сожалению, не на той лунке, а всего лишь только на 4-й. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА